Добрый вечер, everybody! Ничего, что я по-английски? Меня зовут Богдан. Я живу в Украине, в городе Винница. И с братом Андреем мы здесь случайно, можно сказать. Ну, нас пригласили в гости. Здесь есть мой родственник, Эдуард Бублик и Диана, его жена. И он попросил, мы были на том берегу, то есть на восточном берегу. Там было молодежное. Потом мы посетили еще несколько церков. И уже это остальная точка, завтра мы уже улетаем домой. И Рома сказал, что надо вести так себя, чтобы осталось хорошее мнение. Я вам скажу сразу, у нас уже хорошее мнение у вас. Очень хорошее мнение. Ну, это не значит, что вы как хотите, так себя ведите. Но почему? Потому что мы благодарны. Я знаю, что здесь есть много людей, которые жертвовали на лагерь, который у нас проходил прошлым летом. Вениамин Бальжик, наверное, инициировал это. Это все дело, ну, этот сбор. И действительно, это было очень большой помощью для нас и для нашей молодежи. Мы это ценим, мы это помним. И сердечная благодарность вам и всем тем, кто помог нам в этом деле. Сегодня я хочу рассказать о жизни молодежи. Это не будет ни проповедь, это будет ни тема, ни разбор. Это будет небольшое количество фотографий, которые будут иллюстрировать жизнь молодежи в нас, в Украине. И мы поняли и оценили мир только с приходом войны. Текст у нас стоит «Время войне и время миру». И, знаете, чтобы понять, что такое голоден, надо быть голодным. И, как у нас говорят, сытый, голодному на ревня. Поэтому рассказать, что такое война на фотографиях, я думаю, что не получится. Мы, покидая Украину с братом Андреем, только переехали, только заехали в Польшу. Нам надо было добраться до Варшавы, и оттуда уже летают самолеты. У нас гражданская авиация не работает вообще. Если мы видим самолет в небе, это для нас большое счастье. Ну, конечно, если это наш самолет. Потому что сразу люди спрашивают. Я как-то с Эдиком говорю на видеосвязи и смотрю, самолет полетел. Я переключаю камеру, говорю, смотри, Эдик, у нас самолет, ты не представляешь. А Диана спрашивает, говорит, а это ваш самолет или нет? Говорит, ну, мы живем в Виннице, это более центральный регион. И, слава богу, к нам линия фронта не дошла. Она остановилась возле Киева. Поэтому уже в Польше у нас ощущение войны пропало. И здесь мы уже так привыкли, нам здесь так хорошо. Нас здесь принимают, кормят и так дальше. Но у нас там остались семьи, остались наши дети. И мы хотим побыстрее, честно говоря, вернуться домой. К нашим семьям, к нашим детям. Мы каждый день созваниваемся, каждый день молимся. И днем, и ночью, и по три раза в день. Потому что мы переживаем за эту обстановку, за эту войну. И то, что я буду показывать, это, можно сказать, ситуация, которая, в принципе, или жесть, которой живут, в принципе, вся молодежь в Украине. У нас уже были семинары, мы уже делали съезды небольшие. Практически от западной Украины до восточной. Молодежь увидела, много кто увидели в этом свое сейчас, на этот момент призвание. Они актуализировались. Они просто сами брали ситуацию в свои руки и как-то помогали, волонтерили и так дальше. Видели нужду, помогали, проповедовали, раздавали литературу. Поэтому на примере вот этих кадров вы увидите приблизительную обстановку по всей стране. Первый кадр – это магазин. Только что мы выехали из такого магазина, наподобие вашего Волмарта. Это Черниговская область. Туда прилетели ракеты. И этого магазина просто не стало. Это приблизительно как выглядит все это дело. Пробуем. Секунду. Да. Значит, страна. В первые дни мы будем приблизительно хронологически идти. Война началась в 22-й год, 24-е февраля. И, в принципе, в этот момент страна стала страной-беженцем. От востока до запада – это нескончаемый поток, как у вас говорят, трафик. Вот если у вас в час пик выехать сюда на какую-то там из дорог, какой-то интерстейт. У нас такой трафик продолжался, наверное, 3-4 недели. Это просто стояли машины. Ну как, они медленно ехали, практически стояли. Люди тратили очень большой отрезок времени, чтобы добраться с восточной части на западную. И дальше уже кто-то в Молдову, кто-то в Румунию, кто-то в Польшу, Венгрию. И где уже оседали. Много молодежи, я знаю, здесь. Мы на том берегу увидели много наших братьев и сестер, которые были у нас в лагерях, на молодежных. Значит, в первые дни, 24-е число – это бомбардировки по всей стране, включая гражданские объекты. Фотографию скинул мне мой друг. Он сам американец, кстати. Мой партнер по работе. И у него хозяйство, то есть колхоз, как говорят в России. И его сосед, в его ферму прилетела ракета в первый же день. Он позвонил ему, говорит, у него была свиноферма, очень много было свиней. Приедь, говорит, срочно помоги мне выловить этих свиней, заберешь себе свиньи, потому что им уже негде жить, их надо быстренько определить. Вот, это он мне скидывал фотографии. Значит, свиноферма – это Житомирская область. В первые дни многие из молодежи сосредоточились на помощи беженцам. На фото это братья и сестры, они сделали точку на основной трассе, или в принципе это одна магистраль, которая осталась непростреливаемой, которая осталась живой. С востока на запад Украины. Это приблизительно центральная часть Украины, город Гайсен. Они сделали там прямо на остановке бутерброды, горячий чай, много людей останавливалось. Там были и Евангелие, и какие-то газеты, трактаты. И просто даже, ну, несколько слов сказать людям, которые уже кто-то с детьми 2-3 дня без остановок, ища заправки с топливом. Это тоже проблема. Была вообще первых там несколько месяцев, наверное, просто купить топливо. Не обговаривалась, какая цена. Там в 2-3 раза дороже, просто надо было хотя бы, чтобы доехать дальше до следующей точки и уже думать, что делать. Вот. И молодежь, вот город Гайсен, они останавливаются машины, не подходят к людям, предлагают им что-то, говорят им какие-то добрые слова, какие-то благословения. Молитвенные дома поместные, они стали принимать на ночлег и обеспечивать едой большое количество людей. Это наш молитвенный дом. Эта магистраль как раз идет через наш город. Приблизительно каждый день 100 человек надо было принять на ночлег, надо было покормить, днем отправить в дорогу. И интересный факт такой, что это не были только верующие МСЦ и ХБ. Это не были только верующие баптисты или пиесятники или еще кого мы назовем. Это были в принципе люди все, даже и неверующие. Приезжали, единые условия у нас было, что с собаками, ну, pets, мы туда не пускали. Но так в принципе все люди, даже неверующие звонили. И интересный факт, что потом где-то в группах или даже в ютюбе, когда какие-то комменты читаешь, ты смотришь, люди писали, ну, просто видишь неверующие люди, они пишут, говорят, а мы вот в первые дни ночевали там в церкви, нас так хорошо приняли. Людей осталось хорошее мнение, хороший какой-то опыт, хорошая память о том, что сделали верующие, что делали баптисты. Не знаю, что это молитвенный дом баптистов. Говорят, вот это вот мы в баптистов восстанавливались и нас очень хорошо там приняли. Но основная нагрузка, опять же таки, падает на молодежь. Почему? Потому что те, кто имели семьи 24 числа, у нас военные, как это, висковый стан, подскажите, военные положения в стране, у кого меньше трое детей, выехать не может. Ну, и молодежь призывного возраста тем более. Поэтому кто имел семьи, практически все повыезжали, много выехало даже тех там, где не было боевых действий. Но они оставили, ну, как бы пересекли границу. Поэтому остается молодежь и старшее поколение. Если взять чисто нашу церковь, у нас такая небольшая проблемка возникла, у нас серединка выпала с церкви. Вот представьте, вы приходите к себе в церковь на собрание, у вас из семейных буквально несколько пар, у которых там двое, один-двое детей. У тех, у кого много детей, их уже нету, они уже выехали. Соответственно, старшее поколение и молодежь. Поэтому приходится молодежи каждый день перестелять, стирать, ездить за покупками, готовить еду и так дальше. И еще надо как-то жить, ну, как бы жизнью там в семье, где-то что-то пробовать работать. Но, в принципе, если говорить про работу, то первых где-то три недели, может, даже много три недели, но на неделю точно все остановилось. Вот представьте, вам завтра надо на работу, но вы уже можете не ехать на работу. У кого-то уже работы нет, а кто-то уже и не поедет на нее. А кто-то просто, ну, остановились предприятия, остановилось все, в принципе. И, соответственно, молодежь несет нагрузку. Это беженцы, которые едят уже в столовой. Помимо этого в стране образовывается коллапс в поставках продуктов и гигиены. Особенно в прифронтовых городах. Я помню первые смс-ки или в первые дни в группах появляются сообщения. В Харькове, например, потому что там сразу подошли войска и практически в полуокружение Харьков попал. В Харькове люди, это большой город, больше миллиона, люди рожают детей, женщины и просто их бросают. Идут обстрелы, эти дети остаются без родителей, просто там в роддомах. И просто пишут люди там или кто-то из больницы, пишет с роддома, что надо памперсы, надо детское питание. Этих детей нечем кормить. Нет ни детского питания, ни памперсов, ничего. Потому что большой город, если нет постоянных поставок, соответственно, ну, негде взять это все. Я знаю, что даже верующие, кто-то собирал, отправляли, искали, кто едет на Харьков. Оттуда идут колонны машин, непрекращаемый поток. А кто-то идет напротив этой колонны, едет туда в Харьков. Ситуация неизвестна, какая будет, доедет он или нет. Но он едет, он везет туда какие-то памперсы, какую-то еду, даже то самое детское питание. Потому что, ну, ребенок просто умрет. А детей, если у нас в Виннице в среднем 30-40 детей в сутки, то в Харькове-то, наверное, там до 100 детей в сутки рождалось. Братья закуповываются на фотографии как на кухню, так и фасуют они в маленькие пакеты для передачи людям, которые в прифронтовых городах и не могут о себе позаботиться. Наши братья и сестры, ну, больше, конечно, братья, в Киеве. Киев тоже в этот момент уже в полуокружении. В Киеве ездят по домам. И представьте себе, в доме живет кто-то, кто не может двигаться. Какой-то инвалид. Кто-то из стареньких людей. Какая-то бабушка, дедушка. У них никого нету. У них ничего нету. И они просто сидят в квартире. И к ним приходят наши братья. Приносят им пакетик. Приносят им литературу. Скажут несколько слов ободрения. Много таких людей, которые просто остались, ну, можно сказать, брошенными. Но и они о себе не могут позаботиться. Помимо всего, у нас продолжаются собрания. И лавочки убираются. Проводится богослужение. Обстановка немного удручающая. Почему? Даже если присмотреться там, ну, сестры не сильно веселые стоят. Не потому, что там где-то фронт, а потому, что он очень близко. И каждый день, даже не день, а час ситуация динамически меняется. У нас были третьи роды. Я был в западной части Украины в этот момент с женой. И интересно, что нам время родить, а жена говорит, что там, какая ситуация, расскажи, что там случилось. Я сижу в телефоне, в телеграме, смотрю, где войска, куда подошли, что творится. Молодежь была, ну, как бы в этом всем, потому что мы не знали, как быстро войска подойдут, что случится, допустим, там, следующих два часа, полдня, день. Поэтому, ну, как бы, здесь видно приблизительно вот это красненьким, это где остановился, можно сказать, фронт вот этот. И в центре, если посмотреть, вот это вот Киев. Киев уже был вот так вот в полуокружении. Здесь вот Винница. У нас тоже в первые дни много прилетов, взрывы, ракеты. Я этого не слышал. Я спал крепко, жена меня разбудила. Сказала, началась война. Я говорю, да не, не может быть. Я говорю, давай, ложись спать, все хорошо. Он говорит, ты что, посмотри, ну, как бы, в телефоны новости. Я открываю, смотрю, уже все, уже началось. И вот здесь вот Харьков тоже. Вот видно здесь полуокружение. Молодежь собирает пакеты и развозит по этим людям, которым я рассказывал, которые остановились. Кто-то остановился у нас в городе. Неверующие люди, которым тоже приезжали, свидетельствуют. Это уже, ну, как бы, была большую частью евангелизации, можно сказать, да? Это Западная Украина, Ужгород, Цуман. Они первыми начали получать помощь. Там были простые овощи. Мы приезжали туда, загружали какие-то вены и привозили сюда уже к нам. Уже здесь распределяли по верующим, по остальным людям. Простые американцы присоединились к помощи. Восемь контейнеров, вот таких вот, как на фотографии, там справа видно, я получил от американцев на свой фонд. Это и средства гигиены, там, инвалидные коляски, одежда, обувь, памперсы. В принципе, все вещи, которые, ну, как бы, они хорошо понимают ситуацию. И, наверное, здесь есть такая культура, да, когда люди донатят, так сказать, да, на вот эти вещи. Такие надписи, они иногда доводили до слез, когда, ну, понимаешь, что это простые люди, которые живут здесь. Здесь это было или какой-то Lutheran Church, или еще какой-то комьюнити. Просто собирали вот эти вот необходимые вещи, приносили в одну точку сбора. Это в основном Айова была, ну, Midwest Location, Айова, Иллинойс. И они, не зная нас, не имея никаких с нами, вот, ну, точек соприкосновения, собирают, отправляют помощь, платят за доставку. Доставки очень сильно поднялись тоже океаном и потом сушей. Мало кто вообще хотел ехать в Украину. Пришлось эти проблемы решать. Но очень интересно было, что, ну, люди просто, я знаю, что брали, там кто-то брал тысячу долларов, ехал в Walmart, покупал там, что, ну, как бы, то, что надо было. Кто-то, знаю, из семей американских тоже, они собирали на какую-то вещь деньги, но потом, когда узнали война, мне много таких сообщений приходило. Но очень как-то оно было, ну, трогательно, вот эти все вещи. Эти товары надо было разружать, иногда фасовать, отправлять. Иногда дочу на Херсон, когда освободили Херсон, люди загрузились, поехали и привезли сразу туда помощь. Там тоже была наша община, там остались люди. Первая молодежная, которую мы провели, это 28 апреля, 22-й год. Мы планировали собрать на этом молодежном до 200 человек. Это Бакумовка, здесь есть Саша с Бакумовки, да, Савченко, Александр Савченко. Мы думали, соберем 200 человек, приехало 350, такиевская область. Потом и после этого молодежного мы собрались и решили, что все-таки надо летом пробовать провести лагерь. Дать хотя бы молодежи, ну, как бы, хоть чуть-чуть какую-то отдушину в этом всем, чтобы они увидели один другого, чтобы было общение. Молодежный лагерь объединения запланировали. Также приходилась вот эту помощь, которая к нам приходила, особенно медицинская, была помощь, это emergency. И, соответственно, готовили автомобили. Простой гражданский автомобиль превращался уже в такой автомобиль, который может вывозить раненых. Вот. И это все отправлялось туда, на фронт. Так, что у нас? Там есть небольшое видео с Чернигова. Пробуем. После попадания снаряда. После попадания снаряда, дивиться. Это молитвенный дом церкви не нашего братства, это баптистский молитвенный дом. Я пусть так. У них много людей, они не выезжали, бомбардировки были, но они не выезжали оттуда. И моего родственника, брата с нашей церкви, там есть сестра, они близнецы. Там была сестра, и она приняла для себя решение. Он звонил к ней каждый день, говорит, выезжай. Там были люди, которые ездили и еще вывозили оттуда людей. Там гомоны, кто знает, с Киева, они оттуда вывозили, попали под обстрел. Тоже там на их глазах целая семья. Загорела в машине. Они лежали вместе под этим, под мостом, когда шел обстрел. Но она говорит, я принял для себя решение не выезжать. Она не замужняя, она медик. Они обои учились в медицинском институте в Виннице у нас. Он остался здесь, она уехала в Чернигов. Ну и там ее война застала. Но, слава Богу, она сейчас жива. Вот это видео она скинула, это с их церкви. О хорошем. Свадьбы в военное время. Свадьбы в военное время – это вообще чудеса. Это одно из таких, наверное, самых позитивных и самых интересных вещей. Во-первых, свадеб стало много. У нас церковь небольшая. За год с копейками у нас было 10 свадеб. И, в принципе, все со своей молодежи, понятно, обстановка поменялась. Вот, например, на фотографии – это свадьба в доме, в частном доме. Знаете, я говорил с братьями, я говорил с друзьями. Мне говорят, наверное, просто что запросы упали по свадьбам. Не надо там этих лимов, не надо дорогого платья, ну и всего остального. Там красивые туфли, три дружки, пять дружков и так далее. А эти все вещи, они стали ненужными. Вот самое интересное, что, ну, как бы, никто этого не хотел. Никому этого даже не хотелось, ну, даже не думали об этом. Понятно, да, идет война. Плюс общество, оно консолидировалось. И общество, какие-то там массовые движения в городе, праздники тоже были отменены все. И, соответственно, свадьбы были намного проще. Не надо было дорогих ресторанов, кого-то удивлять. А у меня в том ресторане, а у меня еще в лучшем, а у меня еще в лучшем. У меня там лимузин такой, у меня больше, у меня там еще больше. У меня там две дружки, а вот тут, говорит, у меня три, а тут четыре, например. И интересный факт, что, ну, как бы, я могу сказать за братьев, что, ну, очень часто я знаю, что братья, ну, переживают, молодые парни, они переживают о том, ну, как бы, как дать какой-то уровень. Ну, ты не можешь просто свадьбу сыграть. Здесь эта вся шелуха, она вся отлетела. И мы увидели, мы просто не успевали. Одна свадьба, другая, третья. Это просто в воскресенье пришли, их сочетали, все, они пошли там домой. Родственники мы пообедали, и все. И уже они, муж и жена, не надо там, как бы, ну, не было таких приготовлений долгих. Ну, интересный такой опыт. У нас был один период, что у нас вообще не было свадеб до около пяти лет. Это еще я был в молодежи. А здесь чуть-чуть больше года, и у нас десять свадеб. Слава Богу. Раздача гуманитарной помощи, как правило, стараются братья, стараются молодежь положить хотя бы новый завет. Ну, какую-то христианскую литературу, чтобы это не было просто, ну, как бы, помощь, чтобы это было постараться достучаться к человеку, к душе. Это тот момент, который, когда можно к людям заговорить, к ихнему сердцу. Город, который стал известным на весь мир, в котором бои не прекращаются больше уже, наверное, десяти месяцев. Этот город полностью разрушен. 70 тысяч людей проживало до войны. Это был красивый город. Я когда видел, сам не бывал там, но когда я видел видео, какой был этот город, это, ну, там были и отели, и рестораны, и, в принципе, инфраструктура, и производство, и так далее. И наши братья с молодежью, это в основном Киев и Харьков. Может, кто-то узнает здесь ихние лица. Больше, наверное, Харьков, там ближе. Им, они сделали там пункт обогрева. Вот эта фотография из пункта обогрева. И, знаете, очень больно смотреть и слышать. Наверное, одна из самых таких тяжелых моментов, одни из самых тяжелых моментов, когда мы слышали или видели кадры, когда страдают дети, когда умирают дети на войне. Невинные дети, которые, ну, как бы, беззащитные. Это было такие, ну, как бы, тяжело на это смотреть. И молодежь не забывает о них. Они привозят какие-то подарки, какие-то игрушки. Они стараются как-то немного их отвлечь от этого. Пункт обогрева — это там в одном углу может быть там детский уголок, в другом углу там будет кухня, в третьем углу там стоят братья, там поют, какую-то литературу сдают, уже какая-то евангелизация идет. Там могут раненых даже, ну, как бы, приводить и давать им какую-то помощь. Вот как раз Тони Энтони. Есть такой, он написал книгу интересную. Он сам когда-то был мастер спорта, по-моему, или чемпион по кунг-фу, или дзюдо кунг-фу, наверное. У него книга есть «Бросок тигра». Это кадры из Бахмута. Это тоже… Ой, куда мы пошли? Верните. Верните фотографии. Да, это фосфорные снаряды, которые зажигаются. Он разрывается над городом, медленно-медленно ложится на все, что он ложится, и он не перестает гореть. Он горит, горит, пока там все не выгорит. Даже асфальт горит под этим, под этими снарядами. Это видео ночью, снятое с дрона. Как идут бои. Дальше. Милость Божия. В чем милость Божия? Если присмотреться, небольшое видео, как в Киеве работает ПВО. Это в столице сейчас у нас. В принципе, останний месяц – это сильно активизировались обстрелы. Сейчас в Киеве проживает много людей. И, кстати, много вернулось в Киев наших братьев и сестер. И другие церкви там продолжают работу. Но больше месяца, уже каждую ночь, вот там на видео видно, как сбивают сейчас там дрон или ракету. Если попадает ракета или дрон в здание, допустим, там кто-то, ну люди отдыхают, и это здание, оно может быть разрушено. Ну не десятиэтажка, конечно, но частный дом будет разрушенный. Десятиэтажка, если попадает баллистическая, это большая ракета, то весь подъезд там, или там 20, 30, 40 людей практически, ну это все, это уже не живые. Это, как правило, идет в ночи. Мы слышим взрывы, сирены и так далее. Очень много чудес. На войне очень много чудес. Здесь кадр, может быть, не очень хорошо видно, вот там видно, такая штучка лежит, зелененькая. Это снаряд, который лежит на матрасе. Снаряд не разорвался. Скинул фотографию молодой парень, он приближенный, он прочитал Новый Завет, подарили ему. Он был у нас в лагере не раз, он работает с моим родственником. И его тоже забрали в армию. Он приходил к нам на студенческие вечера. И он знал, что о нем молятся. Я думаю, что его побратемы, кто переведет, товарищи, да, те, кто его окружают, они тоже знали, что о нем молятся. И они стояли возле Херсона. Это было какое-то убежище, какой-то подвал. Там они ночевали на вот этих вот матрасах. И в один момент прилетает туда снаряд. Они стояли что-то там как раз возле стенки. Были, никто там не лежал. Прилетает снаряд, четко падает и не разрывается. И он скинул фото, позвонил. Он знал, что о нем молятся друзья. Мы и в церкви о нем молились. Слава Богу, он сегодня живой. Он еще не раз попадал под обстрелы, но выжил. За несколько дней до лагеря молодежного... Мы запланировали лагерь. И там дней пять у нас прилет в Винницу. В центре города. Одно из таких самых людных мест. Только открылась клиника. Частная, небольшая. И ракета попадает четко в клинику. Четко в клинику. У нас мы созваниваемся с братьями. Что делать? Как быть дальше? Пошли вот такие вот события. Молимся. Вот это вот такая клиника была. И потом вот так уже получилось после этого всего. Тоже много людей погибло в этот момент. Но все-таки Бог по своей милости нам подарил лагерь вот этот. И в принципе у нас получилось. Тогда к нам в гости приехал Вениамин Бальжик. В этом лагере был. Я думаю, он приезжал, вам рассказывал. Потом после этого лагеря информацией отделился. Но слава Богу, молодежь... Даже мы здесь встречали молодежь. Они говорят... Ну уже пять лет такие лагеря делаем большие. Говорят, вот этот лагерь, говорит, заполнился самый больше. Самый был он интересный. И какой-то такой трепетный, наверное. Это кадры из вечеров, которые мы там проводили. Костер у нас в лагере. Вот молодежь. Это в актовом зале мы поем песни. Происходит... Проходит богослужение. Футбол. Дальше следующее общение у нас было. Это общение мы проводим для членов церкви, для молодежи. Это уже была шепетовка. Это уже была поздняя осень. Уже снег лежал чуть. И тоже Бог благословил. Мы имели там общение. Дальше здесь нету фотографии. Но еще, в принципе, какое одно было переживание. Это blackout. То есть обстрелы систематически велись по энергетической системе. И у нас просто не было света. Бывало, что целый день нету света. И люди просто, ну как бы, кто как мог, так выходил из положения. Генераторы сразу поднялись в цене, там, в 10 раз, может быть. И это, ну, очень много проблем было. Знаю одну семью. Муж на работе. Жена в доме с детьми маленькими. И нету ни света, ни воды, соответственно, ничего. И дети больные. И представьте себе, в такой обстановке, ну, надо было как-то выживать. Слава Богу, пережили то время. Уже почти у каждого есть генератор. Вот. Уже как бы готовы к новой зиме. Мы надеемся, конечно, что, ну, этой зимой будет легче. У нас не будет таких проблем. Может, даст Бог, вообще-то все остановится, закончится. И остальное событие. Это тоже здесь тоже был приглашен Вениамин Бальжик. У нас было молодежное. Во Львове мы сделали все украинские молодежные. Мы нашли такой зал, слава Богу. Братья со Львова потрудились. Помогли в этом хорошо. И у нас получилось общение. Где-то приблизительно 1700 человек собралось. Там и молодые братья принимали участие, проповедовали. Ну, и братья старшие тоже принимали участие. Вот такие фотографии. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Братья России.